Всем привет! В общем, как только мы закончили предыдущую серию, оказалось, что у нас не совсем закончено задание избранница Шелин. Я хотел пойти и, соответственно, купить очки строительства, вот это там всё. Но задание ещё, оказывается, сейчас немного продолжится. Так что поспешили мы немножко с тем, чтобы закончить серию. Сейчас сами всё увидите. Ну да, он что-то таверну, правда, долго загружает. Ах, зараза. Ну да, ещё где-то минуту ждали, ужас, окей. Вскоре после возвращения в город вы понимаете, что Валери нет на её обычном месте. Расспросив слуг и стражу, вы добираетесь до столичной таверны, где обнаруживаете девушку за бокалом вина. Валери удивительно поднимает на вас глаза и, кажется, слегка краснеет. Тебе что-то нужно? Я не мог тебя нигде отыскать. Улыбка трогает губы Валери. Признаться честно, на это я и рассчитывала. Мне нужно порой побыть одной. Валери делает паузу, потом продолжает. Но я не против выпить с тобой, раз уж ты меня нашёл. Окей, могу присоединиться. Валери отодвигается, освобождая место. Вы занимаете один из свободных табуретов и заказываете выпивку. Несколько минут между вами и Валери царит тишина. Девушка медленно цедит свой напиток. Всё-таки странно видеть тебя здесь с вином в руке. Словно обычную смертную, ты об этом? Валерих мыкает и снова отпевает из бокала. Мало кто задумывался об этом, но у меня тоже бывают непростые дни. Дни, когда я предпочитаю укрыться от лишних взглядов и побыть наедине. Не люблю сидеть в тишине. Расскажи мне, как ты? Необычно, но я привыкну. Не жалеешь о том, что произошло у торгового поста? Валерих мыкает, изучая взглядом содержимое бокала. Фредеро получил то, чего хотел. Дуэль. Он оставил нас в покое. Разве не этого мы хотели? А твой шрам так и не исцелился. Неловкая полуулыбка на лице Валерия превращается в злую усмешку. И что же, это что-то меняет? У меня вдруг отсохли руки, которыми я держала оружие, или от удара по лицу из головы высыпались все знания о фехтовании. О нет, наша прекрасная Валерия перестала быть красоткой. Ее замечательное лицо испорчено, а значит, и с ней что-то не в порядке. Валерия яростно хлопает ладонью по столу. Признаться по совести меня так и подмывает, крикнуть каждому, кто смотрит на меня с ужасом и сожалением. Где же ваше обожание и почитание? Исчезло по одному мгновению... А, мгновению клинка? Разрумянившаяся Валерия поворачивается к вам и смотрит на вас с почти дерзкой ухмылкой. Странно было бы ожидать от тебя иного, ведь ты, как и все остальные мои обожатели, теперь считаешь меня как бы помягче порченным товаром. Ну же, куда делись твои комплименты? Нравится тебе такая Валерия? Конечно, у меня же тоже шрам есть. Смотри, как мы подходим друг к другу. Что? Валерия осекается. Пару раз моргнув, она всматривается в ваше лицо, словно пытается отыскать признаки обмана. Но... Ну, для меня ты всегда прекрасна, ничто это не изменит. Ну, подпикапим ее немного, окей. Валерия закусывает губу и опускает глаза. Вы впервые видите ее такое после комплимента. Наконец, она отводит взгляд и едва слышно отвечает вам. Пустая лесть, несомненно, но все равно спасибо. Валерия делает паузу, а затем поднимается. Пожалуй, на сегодня достаточно и вина, и откровенности. И прошу тебя, не волнуйся за мою способность служить тебе. Я дала обещание сражаться с тобой плечом к кучу и не намерена его нарушать. Да ты батюшки, молодец какая. Так, теперь нам надо купить очки строительства. Я думаю, много возьмем, прям много-много. Нам, правда, экстренно не хватает советников, но это уже другой момент. Так, идем, купим строительные очки и можно, в принципе, двигать дальше по делам. Так, можем ли мы тебе продать что-нибудь? Дай немного мусора есть для тебя. Неплохой пояс, но у меня лучше. Так, очки. Вот они. Нам хватает, неплохо. Я бы на 20 тысяч купил еще. Тут неудобно вот отмерять вот так. Блин, а. Во, нормально. Можно даже купить еще что-нибудь на остатки. Кстати, а кто у нас очки... Кому я очки отдал? Ммм, тебе. Так, эммм... Подожди, подожди. А, она у нас другим ходит. Может, для тебя какой-нибудь шлем купить? Хотя, она и так перегружена. Ладно. Давайте начнем эту серию с выполнения задания по... Ммм... Расследуемое убийство. Тут, благо, не особо далеко идти, чтобы начать это задание. Так. Все нужные мне люди есть. Еще я понял, почему загрузки идут так долго. У меня параллельно выкладывается предыдущая серия, видимо, ему. Не хватает мощностей, чтобы все так гонять быстро, поэтому он и грузится за разы долго. Из целого часа серии у нас получится минут 20 загрузок суммарно. Ну, я утрирую, но сам факт. Сейчас мы еще, как только отойдем от королевства, у нас, скорее всего, выполнится задание одно. Так. Вот, нам туда. А почему бы и нет? Во славу исследований же все, конечно, конечно. Ну, просто мы сейчас небольшой крюк сделаем, чтобы исследовать побольше прилегающих земель, так сказать. Мы пойдем. Хотя, слушайте, крюк большой получится. Давайте сюда. О, у нас уже все выполнилось. Задание в королевстве. Не успели даже отойти. Канцлер помог местным жителям собрать ополчение для защиты их собственных домов и основных дорог. Баронство стало привлекать больше поселенцев. Ура! Так, у вас что? Шесть дней. Четыре дня. Так, господи. А, советник хочет обсудить с вами неотложный вопрос. Успеем. Так, господи. Ну, что ж ты будешь делать-то так. И тут ты повсюду, джубилост нужен, блин. Ммм. Ладно. Иди сорняком занимайся. Так, все, парни озадачили. 354 очка строительства у нас есть. Через 29 дней завершится. Ничего себе так быстро. Ну-ка, а сколько у нас до вообще окончания квеста по лысому холму осталось? Я что-то совсем загулялся, забыл о нем. Но, с одной стороны, оно явно у нас сотка еще должна быть. Где-то 120-130 дней у нас точно есть там в запасе, потому что квест этот занимает меньше дней. Ну, а он даст 38 дней у нас еще с запасом. Большая скласс плоской вершины, служащая хорошим ориентиром. Почему бы не заглянуть туда? Раз уж нам по пути. Матерый оборотень. Так, а еще у нас с настроением нет, с настроением нет беды. А, есть, причем большая беда. А, вы че? Можешь здесь, конечно же? Судя по всему, он был заражен этой ликантропией, если я не ошибаюсь, это называется. И ночью обратился, и всех своих спутников пожрал, короче. О, мы все по уровню получили. Вот это сюрприз. Да, люблю такие приятные бонусы, внезапные. Здесь тоже выход, только там. Здесь тоже только выход. Так, давайте здесь посмотрим. Ну, судя по всему, да, такая же история. Здесь ничего, наверное, нету. Ну, кстати, напоминает Лысый Холм очень по своей структуре. Так, ладно. Дополнительная боевая черта, окей. Ух ты, мы можем еще прокачаться. Вносливость возьму. Так. Вот так вот. Дручный меч плюс, это, конечно, хорошо. Но мы не ходим с двуручным мечом, как видите. Ну, что нам это даст? Чаще попадать им боем. Ну, это, конечно, очень неплохо. Я, вон, безудержный натиск лучше возьму. Драконий апостол. Берем барда. Погребальная песень. Выступление пугает противников, вводя их в потрясение. Неплохо. Так, и что-то еще здесь надо взять. Хм, глубокий сон у меня еще, оказывается, есть. О, вот это возьму подавляющую скорбь. Отлично. О, несгибаемый защитник. Вот это уже то, что нужно. Так, подожди. Нет, нет, я несгибаемого защитника тебя качну. Ну, что у нас здесь? Бонус защит, его. Бронительная стойка, класс. Эти силу обязательно подниму. Прям очень надо. Тебе сильно не хватает по силе. О, все еще перегружено. Ну, без доспеха я тебя не могу оставить. Второй приговор. Ничего интересного. Объятие смерти. Проводимая негативная энергия предназначена для исцеления нежити. Вы восстанавливаете столько же здоровья, сколько и вся нежить в области действия эффекта. Неплохо. Куда же одну очкоту потратить? Хороший вопрос. Болю повышает. Дает возможность заклинания, типа, выбрать. А, ну, в любом случае. Да, даже если силу возьмем. А у меня почему показателя выносливости нету? Он замер. Интересно. Очень интересно. Зачем я его тогда качаю? Дистанционные атаки. Дистанционные мне не нужны. Чем-то у меня там владеешь. Ладно, идти мудрость в качаю. М-м-м-м-м-м. Магическое облачение возьмем. Так. Вора мы тебе сделаем. Так, на тебе ловкость обязательно. Так вот. Так, ты у нас жрец. Трелучника у нас таких, которые лупят и колдуют. Вот так. Святое копьем. Угу. Понятно. Угу. Так, на тебе мудрость однозначно я их качаю. Замечательно прокачались. Все, идем дальше. Посмотрели на новую локацию. Ничего нового для себя не открыли. Так, у нас тут есть еще что-то исследовать. Во-первых, выходим отсюда. Соединяем вот здесь хвостик. Так, ну и можно здесь съединить. Ой, да, нуть вас. Надоели вы мне уже. Вам не удалось. Ну, ладно, бывает. Бывает, не удается. Так. Что, пёсель вы обычный? Лютоволк? У меня все, все уставшие. Мистер Лютоволк, на что вы вообще надеялись? Вот скажите мне на милость. На что вы надеялись? Даже не знаю. Ну, и вот здесь можно перейти. Там где-нибудь переночевать по-быстрому. Вот здесь скажем. Ну, главное, еду приготовьте. Все, отлично, молодцы. Опять. Ну, так, почувствовали запах Гарри, три пыры. Давайте на этот раз попробуем выпрыгнуть в окно. Выбив стекло, Майк выскочил наружу в темноту. В его плечо вонзилась стрела. Раздался хохот и торжественные крики. Он ринулся вперед в сторону веревочного моста. Добравшись до середины реки, он бросил взгляд назад и успел заметить, как молодой мужчина в рогатом шлеме перерубил топором одну из веревок. С оглушительным грохотом мост начал обваливаться. Майк почувствовал холод на своей коже. Слышались журцчане воды и тихий плеск волн. Открыв глаза, он увидел каменистое дно и раздутое тело. Ну, понятно. Все то же самое. Снова у нас переутомление. Что у нас там в королевстве опять произошло? Ну, кроме того, что там один чел ждет аудиенции со мной. Опять. У нас было это событие уже. Про группу бардов. У нас так, в принципе, достаточно хорошие показатели для роста. Я бы экономику апнул, но для этого нам нужно джубилост на 14 дней дернуть, а он у нас по всем проектам вообще на расхват идет. Айтайр! Продолжение следует... 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 чтобы этом совсем нормально было мало 20 секунд пройдет уже 10 раз а даяна чем бы тебе еще тут бафать да ты должна хватить алла корень тепла так вам далее четкий приказ вылить сюда так а я займусь ей не ранила его иди добивай давай сама уж чу думаю дать не дать ей бутылок надо к нему добьешь все таки сама давай хотя нет нет давай вставай а а а а а а а чуть-чуть не хватило в принципе справилась ха еще одного уложили амирия пинает тушу монстра и гордо выпячивает грудь ты же понимаешь что ты вовсе не обязана мне ничего доказывать я и так знаю что ты сильная и смелая да мне положить на обязанность мне монстр мы монстр завалили круто же ты не ранена царапины новые шрамы будут круто же поздравляю ну что готов двигаться дальше с новыми монстрами всегда готова Ага круто выполнено ну ура 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 я бы только подлечить немного ничего не здоровье сколько неплохо ну я думаю вот здесь можно выйти о ништяки травы еще даже есть все можно валить отсюда и 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 Так Соединяем тут дороженьки Опа Все красиво, перфекционизм восторжествовал Так Ну я вижу, что здесь вот никак сюда не попасть Но надо в этом удостовериться И все-таки посетить Наконец башню мерцающего озера Так, идем ради эксперимента Сюда, пошел нафиг вообще Ай Чтоб тебе пусто было Как правило, чем страшнее дракон Тем он опаснее Да, допустим Ишь ты Я вот с такой наборки стал драться недавно Ага, лошара Три глаза из нее выковырили Так, а где выход? А, мы ровно посередине Ну давайте здесь выйдем Это отличный повод вернуться в локацию Где Господи эти Где меня фея предала И попытаться там горгону Вот эту там Гидру Но мне туда неплохо бы взять двух гномов Потому что все-таки там гномская крепость Я думаю Им было бы интересно там побывать Так, я даже сохранюсь Раз я Ой-ой-ой Раз я гидру завалил Вспомнить бы еще чудо-маркер Проверь зеленые чертоги нам нужны Я Нужно 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 Вали от меня Нраться Мне Да что ж ты будешь делать Опять битва Причем битва-то бесполезная Потому что я сейчас Загружусь Если мы не можем Попасть в эту Локацию С черепом Со скалой черепом О, медведа Матерый медведа Так на жопу Забавно сел О, можно все-таки Огонь Может быть Как-то к череп скале Ой, фу К этому К дубу Можно древнему Попасть еще Ладно Что-то карта Конечно Большевата Я предлагаю На этом закончить И продолжить Следующая серия Вот Так что Исследуем эту карту Потом пойдем Завалим гидру Главное Не забыть гномов взять И Не знаю К дубу тоже Можно попробовать Сходить Давайте по ситуации Как будем успевать А на этом Всем спасибо И пока